Всем привет! В сегодняшнем видео хочу поговорить о турецких странностях и о вещах, которые меня особенно здесь поражают. Я понимаю, что видео достаточно уже затертое на ютубе, тема тоже на всяческих форумах, но я попыталась упомянуть те странности, которых я не слышала от других девочек-блогеров. Итак, приступим. Пункт первый – это поцелуи в парках и алкоголики. Казалось бы, Турция – светская страна, но по-прежнему здесь достаточно строгие нравы, и целоваться в открытую и обжиматься тут не принято, а также здесь не принято пить на ходу. Но это не значит, что люди не пьют и не потребляют алкоголь, они делают это в барах. Мы живем недалеко от большого парка, и часто вечером с мужем мы устраиваем себе прогулку. И что вы думаете, как только заходит солнце? На каждой лавочке сидит либо парочка, либо бухающий мужик. Причем парочки совершенно разные – и закрытые девушки, и открытые девушки. И все сидят и обжимаются, и целуются. Также пьющие пиво мужчины, причем очень много мужчин, которые делают это в одиночку, без компании, не так, как у нас. И так выходит, что парк – это место для скверных и секретных занятий. Чай или кофе в Турции – это отдельное блюдо, которое пьется со смаком и очень долго. Помимо традиционных турецких кофеин, здесь также присутствует много европейских заведений, например, всем известный Starbucks. Там не только продаются кофе и кофейные напитки, но также большое количество вкусных десертов. Да, они отличаются от российских десертов, но тем не менее они там присутствуют. Что вы думаете, какую картину я наблюдала? Все места в кофейне заняты, огромным количеством компаний, народу, семей, и у всех на столах по бумажному стаканчику на человека. Никто не ест десерты, все только сидят и часами пьют, 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 разговаривают. Цена за один стаканчик кофе достаточно высокая, а все потому, что владельцам ресторанов нужно как-то отбить аренду заведения, потому что многие люди сидят там часами, ничего не заказывая. Кстати, европейский и турецкий кофе отличаются по вкусу и запаху. Следующая вещь, которая меня удивила, это теплообмен. Я говорю о нашем южном городе, который находится на берегу Средиземного моря, и климат его можно сравнить с Анталией. Город очень жаркий, и зимы здесь мягкие. Итак, теплообмен. Как только проходит дождь, а дождь здесь ассоциируется именно с зимой, очень многие люди одевают на себя куртки, свитера и вещи с длинным боковым. Вот такая вот странность. Еще одна вещь, которая меня поразила, например, май месяц. На улице уже жарко, и температура доходит до 30 градусов. Ночи немного прохладные, но люди продолжают ходить в вещах с длинным боковым, в ветровках, в легких куртках. На вопрос, почему вы это делаете, последовал ответ, что это психологическая проблема. То есть человек не может сразу же перестроиться на теплое время года. Ну, а может, кому-то просто лень доставать летние вещи. Следующая вещь, которая меня поражает, а возможно даже очень раздражает, это неумение стоять в очередях. Не пытайтесь поставить турка в очередь, он все равно будет стремиться пройти первым. Даже в организованных очередях нужен глаз да глаз. Нужно всегда быть на чеку, потому что каждый раз кто-то попытается пролезть вперед в вас. Причем кто-то будет делать это молча, а кто-то будет жалостливо просить и говорить, вы знаете, я же опаздываю, пожалуйста, можно ли я пройду? Легам известно, что турки все покупают в кредит. В кредит можно купить не только какие-то большие товары, бытовую технику для дома, машины и квартиры, но в кредит можно купить также вещи и продукты на рынке. Если у вас есть кредитная карточка, вам обязательно найдут посттерминал, которым вы сможете воспользоваться, покупая какую-то шмотку или даже помидоры на базаре. Следующее, что меня поражает, это одеяние турчанок на пляже. Я не беру какие-то отдельные закрытые пляжи, я беру обычный городской пляж. Очень многие турчанки купаются в бюстгальтере и в шортах, причем под шортами у них обычные трусики от бикини. Я не знаю, что помогают им скрыть шорты, и какая разница в том, если вы уже надели бюстгальтер, то есть вы уже открылись и показали многое, и даже больше, чем нужно, зачем одевать шорты. В нашем городе пожилые люди продолжают пить воду из-под карны, несмотря на то, что, откровенно говоря, она пахнет хлором. Они утверждают, что это горная чистая вода, и их не смущает состояние старшот. Рашеная фасоль подается с рисом, что меня очень удивило и показалось даже невкусным, но потом я привыкла, и мне это стало даже нравиться. Если задуматься, то все очень логично. Фасоль – это белок, а рис – это углевод, и таким образом получается, как мясо с гарниром. Всем известно турецкое гостеприимство и большие турецкие компании, которые любят собираться по воскресеньям, и состоящие из многочисленных родственников. Да, как правило, родственников без друзей. Так вот, в таких огромных-огромных компаниях или на праздники, на Байрам и на Шакер, Байрам, люди собираются, пьют чай, и часто даже ничем друг друга не угощают. Но сам факт в том, что ведут они поверхностные беседы, ни о чем, о погоде, о природе, чуть-чуть о политике, чуть-чуть о футболе. Они там не сплетничают, никого не обсуждают, присутствует некая натянутость. Ну, когда две кузины или две подружки, или две сестры встречаются, то тут держитесь все. Они перемоют кости всем, осудят и обсудят абсолютно всех. Причем часто бывает такое, что один человек находится в комнате, как только он выходит, тут же начинают обсуждать его. К этому можно привыкнуть, на это не стоит обижаться, ведь часто так делаем и мы, славяне. Турки не боятся власть имущих, в отличие от нас. Они запросто могут накричать на таможенника, обозвать его дрянью, громко кричать, что, в принципе, недопустимо в России. Один раз в очереди я поругалась с женщиной, это была очередь на границе, женщина попыталась пробежать вперед меня. Это услышал таможенник, и он очень пристально, пристально просматривал мой паспорт, потом стал меня допрашивать, но в итоге недавно наблюдала такую картину. На дороге случилась авария, приехали турецкие полицейские на машинах. Естественно, один полицейский перегородил дорогу, чтобы остальные машины не могли каким-то образом помешать осмотру места происшествия. Что здесь началось? Сколько криков, клаксонов, мата обрушилось на этого бедного полицейского. И, кстати, о турецких полицейских. Турецкие полицейские очень похожи на суперменов. И ведут себя они как супермены. Они приезжают на мотоциклах, в специальном обмунировании, они все накачаны, подтянуты и встроены. На этом все. Это все, что пришло мне в голову. Возможно, этот список продолжится. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.